Когда мы возьмем Крым и Донбасс, как быть с путиноидами? Вы знаете, когда мы возьмем Крым и Донбасс, мне кажется, почти никого из них там не останется. Как показывает опыт освобожденных нами территорий, те, кто хотят жить при Путине, убегают с отступающими русскими войсками. Поэтому у меня есть твердое ощущение, что все эти коллаборанты, предатели, они все сбегут с русскими, как, между прочим, всегда и бывает. Когда освобождали Украину, допустим, от гитлеровцев, все полицаи, как правило, все полицаи сбегали вместе с немецкими войсками. Поэтому ничего нового здесь нет. Пример Волчанска, вот смотрите, в Волчанске было огромное количество, это городок, там было огромное количество людей, которые поддерживали Путина, это городок на границе Украины и России. Сотрудничали активно с российской администрацией, когда Волчанск был в оккупации. Когда наши пришли освобождать Волчанск, все эти коллаборанты, практически все, свалились с русскими. Поэтому будущее украинского Крыма и украинского Донбасса я вижу заранее очищенным от сбежавших коллаборантов. Дез находятся Джангиров, понятия не имею. В Москве, наверное, где же он еще находится, может в Санкт-Петербурге, не знаю. Он так любил Россию и Путина, так любил. Так, Дмитрий, как думаете, будет ли конфликт на Кавказе у России с Чечнёй, Дагестаном или Грузией? С Грузией вряд ли. А то, что касается Чечни и Дагестана, у меня есть уверенность, просто уверенность в том, что именно оттуда начнется освобождение России, именно с этой территории. И то, что сейчас происходит в Чечне, я расцениваю очень позитивно. Я не скрываю этого. Мне очень нравится, как себя ведет Рамзан Кадыров по отношению к русским. Мне очень это нравится. Мне нравится, как его сыну вручают ордена президента из соседних Кавказских республик. Мне нравится, как Кадыров организовывает вооруженное формирование в Чечне. У меня нет даже двух мнений в том, что Рамзан Кадыров первым разрушит Россию и уведет Чечню из России. Потому что Чечне в России не место. Потому что каждый чеченец помнит, что русские убили 150 тысяч чеченцев только на Первой и Второй чеченских войнах. А сколько чеченцев и ингушей погибло, когда русские выселили целые народы в 1944 году во время сталинских репрессий? Кто считал, сколько погибло чеченцев, детей, пожилых людей? Поэтому у каждого чеченца это генетически в памяти. И он никогда не просит Россию. Я это твердо знаю. Поэтому, как бы кому не нравился Кадыров, но я считаю, что на нем историческая миссия по выводу чеченского народа из русского плена. Что он и сделает. А дальше пойдет Дагестан, без сомнения. А дальше пойдут другие народы Кавказа. И Якутия уйдет. И Татарстан. Что ему оставаться там? И Башкортостан. И так далее, и так далее. Россию как страны я не вижу в будущем. Это неуправляемая страна, которая теоретически на страхе стоит какое-то время. Но вспомните Советский Союз. Тоже стоял на страхе, а потом рассыпался так, что никто даже не понял, как это произошло. За один день. Хотели бы иметь второе гражданство США. Вы знаете, у меня одно гражданство, Украина. Я не вижу надобности иметь второе какое-то. Вот честно вам скажу, не вижу надобности. Может, если меня как-то убедят, что это интересно, я увижу. Но из того, что я знаю и понимаю и чувствую, мне второе гражданство не нужно. Мне очень классно быть гражданином Украины. Это моя родина, страна, где я родился, где я прожил всю жизнь. Я люблю ее. Но я себя не вижу гражданином никакой другой страны. Правнучка Хрущева Рада сказала, что дед Крым не дарил. Правда? Правнучка Хрущева Рада, наверное, жила в 1954 году и помнит, как это было. Это я с иронией говорю. Мне нравится, когда правнуки начинают рассказывать о том, что было с их прадедушками. Тут с собой не разберешься, что было. А тут прадедушек поднять еще. Я разговаривал неоднократно на эту тему с Сергеем Никитичем Хрущевым. Он был сыном Никиты Сергеевичем. Вот Сергей Никитич все знал хорошо, потому что он был неразлучен со своим отцом. Он уже в то время был известным ученым, ракетчиком, героем социалистического труда. Он ездил все время с отцом и визиты, и в Соединенные Штаты, и куда он только не ездил. Он был с ним, повторяю, неразлучен. Он знал все. И он был тогда в 1954 году во время приезда Никиты Сергеевича в Крым. Вот сейчас я об этом расскажу. Это очень интересно на самом деле. Потому что Никита Сергеевич Хрущев приехал в Крым в 1954 году. Крым представлял совершенно жалкое зрелище тогда. Была страшная засуха, канала не было. Крымских татар, пострадавший еще один народ от советской власти, насильно выселили из своих домов и на их место заселили крестьян из русских провинций. И вот высыпали, говорил мне Сергей Никитич Хрущев, крестьяне из Смоленской, Тульской, Орловской, Курской областей, опухшие от голода. Они говорили, тут ужасная земля, мы не можем ее обрабатывать. Нас заедают москиты, они все были в красных волдырях. Они говорят, заберите нас отсюда, мы тут не можем. И тогда Хрущев поехал прямо из Крыма в Киев к первому секретарию ЦК Компартии Украины Кириченко и сказал ему, принимай Крым, завтра оформим на президиуме в Москве. Кириченко взмолился, он говорит, куда мне Крым? Я тут еле справляюсь с Украиной, с остальными областями. Куда мне? Я не хочу Крыма, никто не хотел Крыма. А Хрущев ему сказал, почему он принял такое решение. Потому что Крым соединен с территорией Украины. Единой энергетической системой, единые каналы, железная дорога, полностью. Крым, он фактически на тот момент был частью Украины, а не частью России. Но тогда, надо сказать справедливости ради, это был Советский Союз, где была Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Украинская Советская Социалистическая Республика. И ни у кого даже в голове не было мысли о том, что когда-нибудь Советский Союз может распасться. Поэтому на следующий день они поехали в Москву, Хрущев и Кириченко. В Москве было принято официальное решение о передаче Крыма Украинской ССР. А дальше все просто, ребята. Когда Советский Союз развалился, организованно под руководством трех руководителей бывших союзных республик России, Украины и Белоруссии, было принято решение, территория союзных республик является территорией вновь образованных государств. Поэтому Крым это что? Украина. И кто пытается говорить, что Крым это не Украина, тот нагло лжет. Крым – Украина. Точка. Идем дальше. Нас смотрит, да, 15 577 зрителей. Так. Че посылается Крыза в отношении с Польшей? Че вонапиде за Угорщиной и Словаччиной? Вы понимаете, я понимаю вот что. В Венгрии, в Словакии руководят этими государственными. Премьер-министр Орбан и премьер-министр Фитца – это друзья Путина. Поэтому политика сегодняшняя, политика Венгрии и Словакии, пропутинская, к сожалению, как бы нам того не хотелось. Почему Орбан и Фитца следуют фарватере путинской политики – это второй вопрос. Я думаю, все дело в деньгах. Или в агентурных связях давних, или недавних, или просто в покупке этих деятелей. Потому что, когда я вижу рядом с Путиным и в руководящих структурах нефтегазовой отрасли России федерального канцлера Федеративной Республики Германии Шрёдера и премьер-министра Франции Фиона, руководителей Германии и Франции, которые в услужении у Путина и получают огромные бабки, то получали, они уже типа ушли оттуда в момент войны полномасштабной, то почему Орбан и Фитца не могут тоже работать на Путина, как работали, безусловно работали, Шрёдер и Фиёны. Такой мир. Что касается Польши, Польша – это страна, которая протянула нам руку помощи в самое тяжелое для Украины время. А я призываю всех помнить всегда хорошее и иметь всегда возможность и потребность, главное, благодарить за хорошее, всё хорошее, что было сделано. Вспомните первые дни войны, первые месяцы войны, когда украинские женщины с детьми бежали через границу от фашистских обстрелов, от этого ужаса, который обрушился на Украину. Как Польша открыла границы, как поляки помогали украинцам, как устраивали их на учёбу, на работу, какие пособия платили. И платят до сих пор, и помогают до сих пор. Поэтому давайте быть благодарными Польше, польскому руководству и полякам. И я считаю, что отношения между Польшей и Украиной будут развиваться всегда хорошо, несмотря на некоторые неурядицы, ничего неурядицы и в семьях бывает. Потом всё становится на свои места. Так, вы думаете, нужно ли расстреливать за коррупцию во время войны? Расстреливать не знаю, но сажать пожизненно я бы сажал. Вот чётко принять закон. Крадёшь во время войны чиновник в тюрьму пожизненно. Вот я думаю, тогда что-то бы получилось. Но опять-таки, где гарантия, что не коррумпировали бы тех, кто должен отправлять пожизненно? Ну ничего, учитывая то, что мы идём в Европу, и то, что нам сказали чётко принять единые правила и законы для того, чтобы быть в Европе, я думаю, что коррупции у нас будет мало. Почему вы решили, Дмитрий, что Россия распадётся? У каждой страны есть право на территориальную незыблемость. Слушайте, ну я не решил, что она распадётся. Я уверен, что она распадётся. Это искусственное образование территориальное. Потому что у мусульман Дагестана или мусульман Чечни нет ничего общего с жителями Тверской или Тамбовской областей. Ну просто ничего общего. Это искусственное образование. Советское образование. Поэтому, Дмитрий, когда уже наконец разоблачение Петрова и Иванова? Я думаю, что конец ноября, потому что огромное количество материала. Этот материал, поймите, надо проверять, надо обрабатывать, надо выстраивать в единую линейку. Я же системный человек, поэтому это целое повествование на несколько часов. С фактами, с документами, с видео, с прослушкой, с просмотром телефона, со всеми делами. Здесь много архивных материалов. Например, надо же показать, что Петров, например, был организатором тетушек во время Майдана в 2013 году. Он их свозил, он их организовал, он их свозил на Майдан. На его руках кровь украинцам во время Майдана. Но это не просто языком ляпать надо. Это надо показывать и доказывать. Поэтому на это, конечно, уходит время. И мое, и группы, которые работают над этим. И есть еще целый ряд дел, и луганских дел. Например, Иванова. Надо показать все его связи, надо показать связи его отца. Отец Иванова, сам Иванов имеет кличку обоссанный прокурор. Почему? Потому что он был прокурором в Луганске еще при Януковиче. И поскольку он алкоголик, он обсыкался во время того, когда напивался. Поэтому кличка обоссанный прокурор. Но дело в том, что он мажор. Его отец был руководитель области много лет Луганской. Второе лицо после Тихонова, после Ефремова. Он был первым замом у них. Поэтому этот мальчик с золотой ложкой во лбу так жил в Луганской области. Потом, когда власть партии регионов рухнула, он быстренько переметнулся сюда, в Киев. Стал учить украинский язык. И уже разговаривая украинскую, такую литературно вышуканную украинскую наветь. Вместе с подонком Петровым. Но ребята просчитались. Они думали, что они могут оскорблять всех. И все будут это терпеливо переносить. Вот они оскорбляли, оскорбляли всех. И все делали вид, что ничего не происходит. Пока до меня не дошли. Это была их роковая ошибка. Я их призову к ответу. Очень страшно им будет, конечно. Жизнь их превратится в ад. Эти два негодяя понесут полной степени ответственность. Им никто не поможет. Их никто не спасет. Это я твердо знаю. Но это клиенты прокуратуры и следственных органов. Самые прямые. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok